Отчет биографии журнала «Подвиг» можно начать с 1925 года. С этого времени регулярно издавалась «Библиотека журнала для крестьянской молодежи», приложение к одноименному журналу «Молодой колхозник», позже «Сельская молодежь». Библиотека была призвана знакомить провинциальную молодежь с лучшими образцами мировой литературы. Были и тематические выпуски, посвященные важным для того времени вопросам – кооперации технической грамотности на селе, организации досуга и спорту. Тексты печатались крупным шрифтом с доступными пояснениями, подписка проводилась по низким ценам. В сборники входило по две-три повести, печатались в основном военные приключения детективы, изредка фантастику. В 1968 году в связи с предстоящим тогда 50-летием комсомола было решено издать десятитомную антологию героико-патриотического содержания. Тогда издание и получило свое имя – «Подвиг». Первый выпуск открывало специально посвящение легендарного летчика АСА, трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Проект оказался весьма удачным. При постоянно растущем тираже подвиг стал довольно дефицитным изданием. В 1970 году было решено продолжить этот опыт, посвятив очередной выпуск 25-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а позже подвиг выходил без привязки к юбилейным датам, всегда оставаясь востребованным читателями. На страницах этого издания публиковались практически все известные российские авторы, и среди них те, кого не всякое издательство осмеливалось печатать по идеологическим соображениям. Авторами подвига были Алексей Толстой, Александр Беляев, Леонид Андреев, Валентин Катаев, Марк Алданов, Василий Белов, Виктор Астафьев, Василь Быков, Василий Гроссман, Валентин Распутин, Эдуард Тополь, Борис Васильев, Александр Проханов, Эдуард Гхруцкий, Евгений Носов, Виктор Головачев и множество других писателей, чьи имена и произведения – Золотой фонд российской литературы. Среди зарубежных авторов можно упомянуть Станислава Лема, Самерста Моэма, Буалона Сержака, Чандлера и еще очень большой ряд писателей, создававших качественную остросюжетную прозу. Ирина Дегтярева. Операция «Пилот». Украинская военная разведка под прямым руководством английских и американских спецслужб пытается провести спецоперацию по вербовке пилотов российских боевых самолетов, участвующих в специальной военной операции. Разыгрывается активная оперативная игра между Украинской разведкой и Департаментом военной контрразведки ФСБ России. Дмитрий Игнатов. Белая королева. Компьютерная нейросеть создана для удобства управления городскими номерами видеонаблюдения, транспортом, строительной техникой и домашними бытовыми приборами. Но и самые благие намерения могут обернуться ужасными последствиями. Василий Моисеев. Путешественник. В окрестностях небольшого тихого города происходит несколько загадочных преступлений. Угонщики используют новейшую аппаратуру, предназначенную для спецопераций. Всплывает оружие, полученное явно из зоны боевых действий. Активизировалась торговля наркотиками. Что за напасть? Борис Гурчев. Охотник. Новая модель подводной лодки, едва сойдя со стапелей, пропадает из поля зрения разведки США и НАТО. Противник ломает голову. Что это значит? Все дежурные подводные силы Запада получают приказ обнаружить субмарину Белгород. Но командир корабля Алёхин опытный моряк. И не зря ему вскоре предстоит занять адмиральскую должность. На борту подводного крейсера есть оружие, от которого у врага нет защиты. Виктор Порядин, Александр Трапезников. Блеск и ярость. Добыча алмазов в Архангельской области дело непростое. Крупнейшая российская добывающая компания Алроса противостоит международному гиганту Дебирс, жестко проявляющему свой интерес. Жадные руки тянут и российские так называемые предприниматели, не брезгуя с самыми грязными методами. Опытный контрразведчик не вправе допустить, чтобы алмазы потекли сверкающим ручьем мимо кладовых государств. Ему, невзирая на риск, помогает талантливая, обаятельная журналистка. Алекс Ант. Хоморус. Хоморус с латинского можно перевести и как «человек российский», и как «человек деревни». Казалось бы, что плохого в том, что персонаж сделал себя сам, вылез буквально из-под парковой скамейки, стал общественным деятелем. Однако этот образ пугает, как портрет Дориана Грея. Тот, кто не способен обуздать свою жажду признания, что когда надо, ползет, а если необходимо, стримглав несется к вершинам, невольно вызывает презрение. Алексей Василенко. Было дело в Карабахе. Сложная система Закавказья требовала от Российской империи непрестанных дипломатических и военных усилий. Народы, местные и пришлые, притирались друг к другу, воевали и мирились, уступали под натиском могучих древних держав – Турции и Персии. Они хорошо говорили на языках друг друга, жили по соседству. И в условиях мира через сравнительно короткое время здесь появилось бы единое государство. Сергей Иванов, 333. Оператор беспилотных летательных аппаратов – одно из самых востребованных сейчас воинских специальностей. Целая цепочка жестких боевых операций, в которые попадает московский студент, вчерашний школьник, зубрелый и скромник, кажется, совсем не по нему. Но раз за разом он упрямо выполняет задачи, не отступает от своих целей. Порой ему приходится перечить начальству, потому что понимает, без его коптеров товарищам придется очень туго. Виталий Надышин. Варяг. Перед русско-японской войной политики страны восходящего солнца проявили невиданное коварство, навсегда положившее конец рыцарским обычаям сражений. Япония, уверяя Россию в самых мирных намерениях, внезапно атаковала базу порт Артур и крейсер Варяг на рейде корейского порта Чамульпон. Николай Долгополов. Времена великих нелегалов. Три очень разные судьбы советских резидентов объединены героизмом и удивительным самообладанием. Вильям Абель, Дмитрий Быстролетов, Арнольд Дейч. В новой повести известного историка спецслужб предстают не только профессионалами, но и живыми людьми. Автор рассказывает об их привычках, семейных отношениях, методах невероятного перевоплощения и о многих тайнах политической разведки. Василий Головачев. Ученые, военные решают исследовать камень и выясняют, что он портал виное измерения. Страну Рось, люди которой выбрали альтернативный способ развития. Технологии заменили использованием свойств явлений и существ природы. Пришельцы из России помогают Россичам сражаться с их врагами. Черпают их мудрость. Дмитрий Игнатов. Парадокс ферми. Российская космическая экспедиция отыскала планету, условия жизни и социальная организация на которой очень схожи с земными. Исследователи узнают, что и проблемы у местных те же, что приходилось решать на земле. Можно ли спасти одну часть населения ценой гибели другой? Кто должен решать, кому жить, а кому умереть? И главное, те ли и сами космонавты кем себя считают? Александр Трапезников. Крым. Кавказ. Вчерашние студенты Литературного института заиграли спиритический сеанс. Они не подозревают, что их подкарауливает предатель и убийца, агент бывшей Советской Республики, менящий себя сверхчеловека и почти неуправляемый собственными хозяевами. Родители одного из парней – археологи. Тайны прошлого переплетаются с политикой и разведкой, с современными событиями в Крыму и на Кавказе. Андрей Зарин. Город Нежин. Богатый коммерсант вдруг обнаруживает пропажу артельщика, добросовестного служащего, которому доверял изрядные суммы денег. В пореформенной Российской империи следователи относились к судебной палате, и некоторые были просто бюрократами. Купец из провинциального Нежина обращается к столичной знаменитости – Санкт-Петербургскому сыщику Потмосову. Ему со своим верным помощником нужно совсем немного времени, чтобы раскрыть преступление, в основе которого – предательство человека, который пользовался полным доверием и любовная страсть. Субтитры создавал DimaTorzok